Друзья дорогие, мир вам! Приветствую вас! Приветствую в это сложное, нелегкое время, военное время для людей, живущих на Украине. Я столкнулся непосредственно со всеми этими бедами, войной. Значит, недавно я встретил интересную мысль. Это мысль, на фейсбуке я встретил один человек, свои наблюдения, свои исследования, так сказать, свои мысли излагает в видео небольшом. И я его в конце поставлю, это видео, довольно интересно. Но при этом я еще раз хотел напомнить или сказать то, что я уже говорил недавно буквально. Даже в комментариях, когда люди спрашивали, вот за эти 8 лет, где вы были 8 лет, почему вы ничего не делали якобы и так далее. Друзья, я вот еще раз делюсь и говорю тем, что я наблюдал за эти 20 лет, эти 20 лет последние, что и как было, ситуация развивалась. Да, я видел, как уже говорил, как по нарастающей, такое отношение к Украине в средствах российских СМИ. В основном я смотрел и пользовался российскими СМИ, средствами массовой информации. Потому что мы с России приехали сюда, в России последние годы жили. И поэтому мне как-то это было ближе и более-менее информацию оттуда получал. Когда нужно было узнать, что там происходит, так сказать, на том полушарии. И вот этот нарратив, о котором я говорил, как по возрастающей, шла какая-то информация негативно в адрес Украины. Сначала это незначительные какие-то штрихи, небольшие какие-то заметки. Потом все более усиливающиеся, какие-то пренебрежительные и унизительные. То там, то там, то в религиозной сфере, то в другой сфере пытались как-то Украину представить как неким образованием нехорошим, неким извергом. И вот это меня удивляло, мне было непонятно, даже неприятно. Почему это? Зачем? Для чего это все? Но, как говорится, время все расставляет на свои места. И все более ясно становится. Не все сразу понятно, но кое-какие детали, штрихи потом становятся на свои места. И становится понятно, что это было и для чего это было. То есть, буквально я говорю, что, наверное, до событий 2014 года я пользовался и слушал в основном российские СМИ. Но когда вот это стало происходить, в Киеве Майдан, эти протесты, убийства, даже начиная с конца 2013 года, когда студентов стали разгонять, стрелять и так далее. Потом их родители, взрослые люди, стали заступаться и выходить на Майдан протестовать против беспредела, безобразия, который Янукович стал устраивать. И вот тогда я, как говорится, слушая российские СМИ, стал думать, почему это все так происходит. И мне стало интересно, что другая сторона говорит, что с Украины говорят СМИ или просто люди. Да, иногда я слушал или читал заметки людей, больше родственников даже слушал о том, что происходит. И вот эта ситуация нагнетающаяся, когда бизнеса стали буквально отжимать, разорять. То есть, или ты должен платить нам очень много, или переписываешь свой бизнес на нас. Если нет, то мы сделаем так, что ты просто выйдешь из бизнеса, разоришься. И вот этот ужас, который стал при Януковиче, создался на Украине, он, собственно, и породил ту проблему или Майдан, что люди уже не могли терпеть больше этого безобразия, этого беспредела. И случилось то, что случилось в 2014 году. Да, если люди не следили за этой информацией, не знают, не имеют родственников в России, то действительно им это было все равно. А те какие-то заметки и вот этот нарратив, все более унижающий Украину, они просто не заметили. Для них это было, ну, как бы вполне нормально, или какая-то, подумаешь, проблема на какой-то Украине. Подумаешь, там с газом какие-то проблемы, не хотят платить нам. Мы, по крайней мере, так представляли всегда, что Украина всегда создает проблемы с газом, не хочет платить или еще что-то. Хотя совсем не в этом было дело и проблема, как я уже теперь понимаю. И вот, когда я стал уже слушать украинские СМИ, я увидел другую картину или другое мнение, почему все это стало происходить. И многие вопросы стали отпадать, само собой, потому что, ну, картина более понятна стала складываться. Хорошо, друзья, я сейчас просто включу вам это видео, это видео этого человека. Довольно интересно, на мой взгляд. И я думаю, также кое-что вам прояснится ситуация, что это было все эти 8 лет до них и так далее. И в конце я также таким сообщением, текстом пущу одно из моих сообщений или заметок, или ответов, которые я уже публиковал здесь на канале, ну, так сказать, когда люди задавали вопросы. Это видео специально для тех людей, которые говорят или пишут комменты, а почему Киев молчал 8 лет, когда бомбили Донбасс. Где вы были? Рассказываю для тех, кто в русском танке. Я даже нарисовал для вас наглядную картину, чтобы вы смогли увидеть, как все происходило на самом деле. Только русская пропаганда все перекрутила ровно наоборот. Но правда, вот она. Это истина того, что на самом деле произошло в 2014 году на Донбассе. И происходит сейчас. Начнем отсюда. С 1991 года по 2014, 23 года спокойной и прекрасной жизни в Украине. В 2010 президентом становится Янукович. Очень спорно. Потому как это регионы, это бандиты. Регионы это Медведчук, а Медведчук это кум Путина. Ну, ладно, каким-то образом он стал президентом. И народ Украины давай тогда попробуем пожить. Посмотрим, что будет происходить. Из 2010 года по 2014 в стране происходит полнейший беспредел. Вы представляете, бандиты у власти. Вся судовая система принадлежит им. Наказать их нельзя. Они делают, что хотят. Человек строит бизнес свой. К нему приезжают. Там он 5 лет его строил. И говорят, все, 50% должен платить каждый месяц. Он такой смотрит, за что? Извини. Так, так. Так надо. Надо сюда бабло возить. И народ это терпеть не смог. А не хочешь платить, отжимали бизнес, забирали. Ну, 90-е те же. И народ не захотел. Не захотел так жить в таких условиях. В 2014 свергает эту власть. Устраивает революцию и свергает его. Янукович едет в Москву. Царев, Левочкин. Тогда все регионалы уехали. Некоторые остались. Медведчук, Кум Путин остался. Шуфрич остался. Кто там еще? Бойко остался. Ну, не об этом сейчас. Но что Янукович говорит в Москве? Две области принадлежат мне. Луганск, Донецк. Это на самом деле так. Это бандитские две области, которые он тогда контролировал. Говорит, тут все мои люди. Мне нужно тут оружие, чтобы хотя бы две области за собой оставить. Путин такой, конечно, давай. Давай. И в 2014 году русские, смотрите, сюда по коридору России в эти две области заезжает тяжелое оружие. Танки, пушки, ракеты. Все сюда заехало с России. И народ Луганска и Донецка в ужасе начали тут жить. Потому как они же начали бомбить своих же, чтобы потом по новостям перекручивать все пропаганду и показывать, как будто это Украина бомбит своих 8 лет. Но Украина, Киев защищали свои территории от варваров, чтобы эти не пошли дальше, не захватили Украину. Вот фронт с 2014, 8 лет. Но это они же сами же себя и бомбили тут. Своих же, потому как им нужно было тут власть в этих двух областях. ДНР и ЛНР. Кто подписался на это тогда? Захарченко, Моторола, Гиви, Бэтмен. А где они сейчас? А их ФСБшники всех убили. Они грязную работу сделали. Все, они не нужны. Их своих же слили. Вот вам и вся правда. А сейчас что происходит? 24 февраля 2022 года Россия начинает войну по всей территории Украины под обманным предлогом, будто она спасает народ ДНР и ЛНР. Который она сама же и захватила, разбомбила в 2014 году. Россия, русские, вот кто это все сделал. Вы сами же сделали. Шуфрича в Киеве задержали недавно за то, что он сбрасывал фотографии у Москвы, где расположены воинские части. СБУ. Царев сейчас появился, тут кричит русский мир с зетовцами. Но кто это всю войну развязал еще в 14-м, 8 лет, кто ее бомбил? Россия ее развязала. Да, весьма печально, но это так. Сейчас, друзья, я пущу текстом, просто текстом, ту заметку, которую я писал одному человеку пару недель назад. Именно об этом, на эту же тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова